САПОЛИ Правый берег принадлежит США, левой – Канаде. Шум Ниагары слышен за 25 километров. Ниагара – испорченное индейское название Жуанникар, что значит «высоты грозного шума». Конец примечания Среди бродяжьи братьев товарная платформа известна под названием «Гондолы». Но вернемся к рассказу. Я прибыл перед вечером и прямо с товарного поезда направился к водопаду. При виде этого чудесного зрелища, неизвергающейся массой воды, я растерялся. Я не мог оторваться от него, хотя пора было пострелять к ужину. Даже приглашение посидеть не могло бы оторвать меня от этой картины. Наступила ночь, чудесная лунная ночь, а я все стоял у водопада и так до 12 часа. Но надо было подумать о местечке для сна. Я убедился, что город у Ниагарского водопада, называющийся Ниагарафолдс, плохой город для бродяг, и вышел в поле. Я перелез через забор и заснул на черном поле. Я лестил себя надеждой, что дядя Закон не найдет меня здесь. Я лег, навзничив траву, и заснул, как младенец. Воздух был так тепл и ароматен, что я ни разу не проснулся за всю ночь. Но как только занялся день, глаза мои открылись, и я вспомнил изумительный водопад. Я перелез через забор и пошел по дороге, еще раз взглянуть на водопад. Час был ранний, не больше пяти утра, и до восьми часов нечего было и думать о завтраке. Я мог провести у реки добрых три часа. Увы, мне не суждено было больше увидеть ни реки, ни водопада. Город спал, когда я вошел в него. Шагая по затихшей улице, я увидел, что навстречу мне направляются по тротуару три человека. Шли они рядом. Бродяги, решил я, вставшие подобно мне в ранний час. Но я ошибся в этом предположении. Я угадал только на 66,2%. Люди по бокам действительно были бродяги. Но человек в середине не был бродяга. Я отодвинулся к краю тротуара, чтобы пропустить мимо себя это трио. Но трио не прошло мимо. По слову, сказанному человеком, находившимся в центре, все трое остановились, и центр обратился ко мне. Я в одно мгновение увидал опасность. Это был фараон, а двое бродяг были его арестанты. Дядя Закон проснулся и искал раннего червяка. Червяком этим оказался я. Будь я богаче опытом и знай, что ожидает меня в предстоящие месяцы, я повернулся бы и побежал как вихрь. Он, вероятно, выстрелил бы, но чтобы поймать меня, ему пришлось бы подстрелить человека. Ни в коем случае он не побежал бы за мной, ибо двое бродяг в руках лучше, чем один на бегу. Но я болван-болваном остановился, когда он окликнул меня. Разговор у нас был короткий. — В каком отеле остановился? — спросил он. Он знал свое дело. Я не остановился ни в каком отеле. И, не зная ни одного отеля в этом городе, не мог и сослаться хоть на какой-нибудь. К тому же я слишком рано поднялся поутру. Все говорило не в мою пользу. — Я только что приехал, — объявил я. — Ну так повернись и иди вперед меня, да не очень далеко забегай вперед. — Тебя хочет видеть кое-кто. Меня сцапали. Я хорошо знал, кто хочет видеть меня. С этим фараоном и двумя бродягами по пятам я пошел примехонько к городской тюрьме. Там нас обыскали и записали наши имена. Не помню теперь, под каким именем я был записан. Я назвал себя Джеком Дрейком. Но, обыскивая меня, они нашли письма, адресованные Джеку Лондону. Это произвело смятение и потребовало объяснений. Подробности я уже забыл и до сего дня не знаю, сцапали ли меня, как Джека Дрейка или как Джека Лондона. Во всяком случае, то или другое имя и по сейчас красуется в тюремных списках Ниагарского водопада. По справке это легко выяснить. Дело происходило во второй половине июня 1894 года. Через несколько дней после моего ареста началась грандиозная железнодорожная забастовка. Из конторы нас повели в ГОБО и заперли. ГОБО – часть тюрьмы, где содержат мелких преступников в огромной железной клетке. Так как бродяги, то есть ГОБО, составляют главную массу мелких преступников, то эту железную клетку и назвали ГОБО. Здесь мы встретили нескольких бродяг, уже сцапанных в это самое утро. Чуть не каждую минуту дверь отворялась и к нам впихивали еще двух-трех человек. Наконец, когда нас стало шестнадцать, нас повели наверх в судебный зал. Я добросовестно опишу, что происходило в этом судебном зале. Здесь мой патриотизм американского гражданина получил удар, от которого он никогда не мог вполне оправиться. В судебном зале находилось 16 арестантов, судья и два судебных пристава. По-видимому, судья исполнял и обязанности секретаря. Свидетелей не было. Не было граждан города, которые поинтересовались бы взглянуть, как отправляется правосудие в их общине. Судья взглянул на список, лежавший перед ним, и назвал фамилию. Один из бродяг встал. Судья поглядел на пристава. — Бродяга, ваша милость! — проговорил пристав. — Тридцать дней! — сказал его милость. Бродяга сел. Судья назвал другое имя, и другой бродяга поднялся на ноги. Суд над этим бродягой отнял ровно пятнадцать секунд. Следующего бродягу судили с такой же быстротой. Пристав произносил «Бродяга, ваша милость», а его милость говорил «Тридцать дней». Так оно и шло, как заведенные часы. На каждого бродягу пятнадцать секунд и тридцать дней. — Какая смирная скотинка! — думал я про себя. — Вот, погодите. Дойдет моя очередь. Я покажу его милости штуку. В течение этой процедуры его милость, очевидно, побуждаемая каким-то капризом, дал одному из нас возможность заговорить. И как на грех это оказался ненастоящий бродяга. Он ничем не напоминал профессионального бродягу. Подойдя он к нам в то время, когда мы ждали у водокачки товарного поезда, мы без колебания отнесли бы его к числу новичков. Этот новичок был довольно стар годами, я думаю, лет сорока пяти. Он немного сутулился, лицо его было обветрено и в морщинах. Судя по его рассказу, он много лет был погонщиком скота на какой-то ферме в Локпорте, в штате Нью-Йорк, если память не изменяет мне. Дела фермы пошатнулись, и в тяжелый 1793 год она ликвидировала дело. Он крепился, пока мог, хотя к концу его служба носила крайне нерегулярный характер. Он рассказывал, как ему было трудно достать работу. Много было безработных. В последовавшие месяцы. Наконец, решив, что легче будет найти работу в озерах, он отправился в Буфало. Его сцапали и привели сюда, вот и все. Тридцать дней проговорил его милость и вызвал другого бродягу. Означенный бродяга поднялся. «Бродяга, ваша милость!» – проговорил пристав. И его милость сказал «тридцать дней». Так оно и шло. Пятнадцать секунд и тридцать дней на бродягу. Колесо правосудия гладко вертелось. Весьма вероятно, что, принимая во внимание ранний час утра, его милость еще не завтракал и поэтому торопился. Но моя американская кровь так и кипела. За мной стояли многие поколения моих американских предков. Одной из вольностей, за которой сражались и умирали эти мои предки, были право судиться присяжными. Это было мое наследие, освященное их кровью, и я чувствовал себя обязанным защищать его. «Ладно», – погрозил я про себя, – «пусть только очередь дойдет до меня». Она дошла до меня. Мое имя, не помню какое, было выкликнуто, и я встал. Пристав произнес «Бродяга, ваша милость!» И я заговорил. Но в тот же момент заговорил и судья. Он произнес «тридцать дней». Я запротестовал, но в это мгновение его милость уже назвал фамилию следующего по списку. Его милость остановился ровно настолько, чтобы сказать мне «закрой пасть». Пристав заставил меня сесть на место. И в следующий момент новый бродяга получил свои тридцать дней, а следующий за ним бродяга встал получать свои. Когда с нами расправились по тридцати дней на бродягу, его милость, уже собираясь отпустить нас, вдруг повернулся к погонщику из Локпорта, к единственному человеку, которому он позволил говорить. «Зачем вы бросили вашу службу?» – спросил судья. Погонщик уже объяснял, что служба бросила его, и смутился при новом вопросе. «Ваша милость!» – сконфуженно начал он. «Какой вы странный вопрос задаете!» Еще тридцать дней за то, что бросил работу, проговорил его милость и закрыл судебное заседание. Итоги заседания. Погонщик получил, в общем, шестьдесят дней, а все мы – по тридцати дней. Нас свели вниз, заперли и дали позавтракать. Для тюремных завтраков это был довольно недурной завтрак. Лучший, на какой я только мог рассчитывать в предстоящем месяце. Я был ошеломлен. Я осужден после какой-то пародии на суд, в котором мне не только отказали в моем праве судиться присяжными, но и в праве признать или не признать себя виновным. Еще одно право, за которое дрались мои отцы, вспомнилось мне. Хабиос корпус. Примечание. Юридический термин, которым обозначается основная гарантия личной свободы. В Англии издан был в 1679 году. Хабиос корпус акт. Конец примечания. Я им покажу. Но, когда я потребовал адвоката, меня подняли на смех. Хабиос корпус существовал честь с честью, но какой прок в нем, если я не могу сноситься ни с кем вне тюрьмы? Но я им покажу. Они не смогут держать меня вечно в тюрьме. Подождем, пока я выйду. Я им задам трезвону. Я имею представление о законе и о своих правах, и выведу их на чистую воду. Когда тюремщики вошли и повели нас в главную контору, перед моим мысленным взором уже носились иски об упытках и сенсационные газетные заголовки. Полисмен надел наручник на мою правую кисть. «Ага», — подумал я, — «новое насилие. Только дайте мне выйти». На левую руку негра он надел вторую половину этого наручника. Негр был очень высок, наверное, больше шести футов. Когда мы стали рядом, то рука его, скованная с моею, немножко потянула ее вверх. Это был самый оборванный и самый веселый негр, каких я только когда-либо видел. Так нас всех сковали попарно. По окончании этой операции принесли блестящую цепь из никелированной стали, пропустили ее через звенья всех наручников и заперли в конце и в начале цепи. Теперь мы представляли собой кандальную шеренгу. Отдали приказ двинуться, и мы пошли по улице под охраной двух полицейских. Высокому негру и мне досталось почетное место. Мы шли во главе процессии. После могильного мрака темницы солнечный свет показался мне ослепительным. Никогда он еще не казался мне таким приятным, как теперь, узнику в звенящих кандалах. Я знал, что вижу его в последний раз перед тем, как меня запрут на 30 дней. Мы шли по улицам городка к железнодорожной станции, сопровождаемые любопытными взглядами прохожих, особенно группами туристов, вышедших на веранду отеля, когда мы проходили мимо. Цепь была довольно свободна. И мы со звоном и лязгом расселись попарно в вагоне для курящих. Как я не пылал негодованием на оскорбления, нанесенные мне и моим праотцам, все же я был слишком практичен, чтобы потерять голову. Для меня все было ново. Мне предстояло 30 таинственных дней. И я оглядывался, ища глазами человека, знакомого с этим делом. Я уже знал, что меня везут не в маленькую тюрьму с какой-нибудь сотней арестантов, но в настоящие арестантские роты с двумя тысячами узников, отбывающих от 10 дней до 10 лет заключения. На скамейке за мной, прикованный к цепи за руку, сидел коренастый, плотный, мускулистый мужчина. На вид ему было от 35 до 40 лет. Я присмотрелся к нему. В уголках его глаз я заметил юмор и добродушие. В остальном же это был совершенный скот. Абсолютно аморальный, со всеми страстями и грубостями зверя. Спасали его и делали для меня приемлемым именно эти уголки глаз, юмор и добродушие зверя, когда его покой не нарушен. Он мне приглянулся. Я приглянулся ему. И покуда мой товарищ по кандалам, высокий негр, хихикал и похохатывал, оплакивая какое-то белье, которого он должен был лишиться благодаря аресту, и покуда поезд катился к Буфало, я разговаривался с человеком, сидевшим за моей спиной. Его трубка была пуста. Я наполнил ее моим драгоценным табаком, таким количеством, что его хватило бы на дюжины папиросок. Нет, чем больше мы с ним беседовали, тем больше я убеждался, что мы сойдемся. И я разделил с ним весь мой табак.